Минздрав допускает возможность введения дополнительных ограничений для граждан, которые не вакцинированы от COVID-19. По данным властей, в последние недели наметился рост количества случаев заражения коронавирусом нового типа. Более того, Молдова перешла из зеленой зоны в оранжевую, а кое-где действует даже красный уровень эпидемиологической опасности. К тому же, отмечают специалисты, хотя вакцинация идет неплохими темпами, очевидно, что достичь поставленной задачи, чтобы к ноябрю было вакцинировано не менее 70% граждан, не удастся. Наша съемочная группа побывала в нескольких многолюдных местах столицы, чтобы посмотреть, как соблюдаются меры по профилактике инфекции. Для начала мы зашли на центральный рынок. Что вы думаете об обязанности носить маски в общественных местах? Самая большая тупость. Почему вы так считаете? Потому что ничего серьезного нет. Вирус есть, но все не так, как они нам представляют. Дескать, умирают люди. А так вирус есть. Вы знаете, стало слабее. Пожилые носят. А в транспорте некоторые, молодежь или приезжие, они не носят уже. Раньше было строже. Ну, стояли полицейские на каждой остановке, смотрели, это было очень строго и все. А сейчас уже могут себе позволять. Почему вы не носите маску? Вот она. В общественных местах ведь надо носить. Надо, но я уже задухаюсь в ней. Во-первых, я делала две прививки. Во-вторых, очень жарко, я не успеваю вытираться. Не в восторге от обязательства носить защитные маски и пассажира общественного транспорта. Говорят, что в жару, особенно если, например, троллейбус не проветривается или там нет кондиционера, ездить в маске невозможно. Надо носить маску или нет? Тем, кто болен, да. Думаю, да. Даже тем, кто болен, нет смысла. Она ничем не помоет. Ты обычная тряпочка, которая не помогает, нечего. 40 лет не могли найти средства от колорадского жука, поедающего картофель. А тут что? За два дня вакцину нашли? А вирус вы в целом верите? Нет. Если вы носите маску, значит, верите в вирус? Ну, на дело и я так просто. А вирус я не верю. Поинтересовались мы и у представителей Минздрава, какие меры принимаются для предотвращения распространения вируса COVID-19, поскольку в местах массового скопления людей, даже в общественном транспорте, они не соблюдаются в полной мере. Новая госсекретарь ведомства Светлана Николаевскую на ежедневной пресс-конференции заявила, что тему обсудят сразу после заседания Национальной комиссии по ЧАЭС в сфере общественного здоровья. Тогда же планируется обсудить введение Красного кода эпидемиологической опасности в некоторых районах страны. Мы вновь расскажем о мерах и привлечении силовых структур и коллег из других секторов, которые несут такую же ответственность, как и Министерство здравоохранения в соблюдении этих мер. Представители Минздрава заявили, что сейчас в Молдове 15% граждан вакцинированы обеими дозами вакцины. И лишь менее трети работников системы образования прошли иммунизацию. Поэтому власти не смогут достичь поставленной задачи привить к ноябрю не менее 70% граждан, уточнила Николаевскую. Вакцинация остается главным средством борьбы с этой инфекцией. Специалисты отмечают, что вакцинация является добровольной, но очень важно осознать необходимость этой процедуры. А поскольку с прошлой недели в Молдове вновь ввели оранжевый уровень эпидопасности, меры безопасности, в том числе социальная дистанция не менее двух метров и дезинфекция рук, являются обязательными. Оранжевый код в первую очередь рассчитывается, исходя из уровня заболеваемости, если у нас от 50 до 75 случаев на 100 тысяч населения. Меры — это обязательно ношение маски в закрытых помещениях, в общественном транспорте. По данным Минздрава, 99% пациентов с коронавирусом, которые находятся в отделениях интенсивной терапии из-за тяжелого течения заболевания, не сделали прививки от COVID-19. Также, согласно официальной информации, самый высокий уровень иммунизации наблюдается среди пожилых граждан, а самый низкий — среди молодежи.